Ой, девочки, еду с вождения. Как видите, я немножко пропала. Малая притащила такой вирусный дикий. Я заболела. Красная, но не знаю, может, температура сегодня есть. У меня второй день. Так колбасит, орла, голова болит. На снег. Сегодня кашель начался. А все равно пришлось сегодня ехать. У меня тест был по языку. Ну и вождение как бы надо. Хибо хочешь, я треба. Я сильно, я мушу. Это про меня. При этом Аня себя чувствует уже хорошо. Только передала мне и вроде как еще и Стасу передала уже вирус. А он как раз сейчас самую тему просто. С нашей нагрузкой как раз вируса еще не хватало. Ну все, девочки, наконец-то я насобирала своих квадратиков на то, чтобы сделать полноценное одеялко. Вот такое оно будет. Теперь я буду его собирать. Дождалась я таки. Можете меня поздравить. Скоро будет одеялко у Маськи. Вот так. Ну, так как же я честно веду свой влог, вот пришло приглашение на классный час. И, ну, тут как бы что будет, когда будет. И вот, пожалуйста, приписочку. Пожалуйста, принесите 10 евро. Да. В кассу класса. Да. Да. Поэтому здесь тоже есть кассовый сбор на родительском собрании. Продолжаем ознакомливаться с домашкой, который задают деткам. Ну, здесь понятно, да. Разрисовать все цифры одним цветом. Так. Здесь вот повторить, как пишешь и написать, какие цифры ты уже знаешь. Ай. Ага. Так. Ну, эти вот, то, что они делали уже. Значит, тут по две штучки, наверное, нужно как-то соединять. Прикольно. Здесь по три, здесь по четыре, по пять, по шесть. То есть, вот им показано, как. И они должны сами дальше. Так. А тут соединить. Где сколько? Это дорисовать или нарисовать. Ага, да. Надо нарисовать что-нибудь. Так. Здесь обозначили, где больше. Здесь где меньше. Ну, здесь тоже как бы соединить, где что. Дорисовать сколько заштриховать надо. там. Это им дали домой доделывать. Ну, такие домашки у деток. Вот она наша красота. Едет в садик, да? В группу едешь? Как это нет? Да, едешь. Ты уже выздоровела? Все. Пора в группу? Да. Да. Мама учиться едет. Больнючая вся. Нос вчера заложила напрочь. Сегодня горло обложила. Два дня горло сильно болело, а сегодня прям такое подотекшее. Нос отекший. Я хочу. Не, не хочешь. Хочешь? Ты вчера говорила, что ты хочешь. Когда я пойду? Когда я пойду? Я тебе говорю, ты болеешь? Ты нет, я хочу в группу. Было такое? Было. Вот сегодня идешь в группу. Стас пошел отвозить. Кирилла отводить. Решили мы все же попробовать сначала Кирюшу отводить, потом Аню. Потому что, ну, блин, так получается очень быстро мы должны все делать. Посмотрим, опоздаю я сегодня на курсе или нет. Если будет нормально, то будем сначала Кирилла завозить, потом Аню. Так у нас будет больше времени, да, Китюнька? Да, со временем, конечно, сейчас вообще напряхни, но что не хватает. Мне нужно уже начинать учить теорию по вождению на немецком, которую я должна буду инструктору рассказывать. Мне вчера мастер рассказывал там про колеса, про то, как там проверять их, где эти там развины, и это все на немецком. И это все с такими красивыми названиями, я не знаю, как я их буду учить. Мало того, что очень много учить по немецкому языку, по курсам, вот, каждый раз какое-то письмо. Ну, в общем, тренемся, тренемся, так еще и немецкий, и теперь надо учить инструкцию пользования машиной. Ну, ничего не поделаешь, придется. Вот, сегодня опять мы ездим. Ну, сегодня всего часик будем ездить, и уже будет попроще мне. У меня закончились курсы, ну, немецкого. Поэтому я пошла, полазила по Праймарку, купила себе каких-то там домашних вещей. Сейчас распродажа, все по евро, по 3 евро. Вот, ну, кстати, много не накупила. Дома покажу вам, что купила. Вот, а сейчас иду на курсы вождения. У меня сегодня они позже. Вот сидят, попрошайничают люди, которых я видела вчера в нетто, покупающими пиво и водку. Ну, или что-то спиртное такое, дико. Вот. А рассказывают, что все бедные, несчастные. И, кстати, этот мужик, который рядом сидит, он на русском говорит. Я вчера слышала, как он трендел по-русски. Расскажу, пока иду. Мы сюда приехали по блюкарте. Ну, вернее, Стас приехал по блюкарте и оформил нам вызов как по воссоединению семьи. Стасу дали блюкарт на 4 года. Нам дали визу на 2 года. И вот в октябре нам нужно ее продлевать. По всему за 3-4 недели должны были мы оформить термин. Ну, так получилось, что у Стас вчера термин оформляется онлайн. Он вчера залез, смотрит, нет вообще никаких мест, только на ноябрь месяц. Поехал он сегодня в этот Auslander Beherd. Вообще никого нет, потому как термины онлайн оформляются, и, следовательно, очередь никаких нет. Потому как, когда мы приехали сюда, то все это оформлялось, ну, только ты приходишь, берешь там билетик, короче, и оформляешь все. Вот, и поэтому все это было очень долго. Мы, Стас поехал, по-моему, в 5 утра, занял очередь. Короче, это было вообще ужасно. Мы приехали, открываются они в 8, мы с детьми приехали ближе к 8. Потом не могли пропихнуться до его очереди, потому что там была куча народа. Ну, короче, страшное дело было. То сейчас, говорит, никого не было. Все ему оформили, там дали термин, попросили в следующий раз оформлять все-таки онлайн. Он говорит, ну, я пытался, как бы, но мест нет. Ну, в общем, они все ему оформили. Вот, но что я хотела рассказать. Дали нам термин на конец сентября. Кирилла нужно предоставить, Аню не надо. Нам нужно сделать там фотографии биометрические, ну, это все такое. Кирилла нужно привезти и нужно взять справку в школе о том, что они его отпустили. Представляете? Я вообще так удивилась этому, если честно. Ну, мы вообще хотим поспрашивать в школе, а если вы знаете, то напишите мне, пожалуйста, в каком случае и как это оформляется в школе. Ну, допустим, заболел ребенок. Я должна просто позвонить, а потом написать записку. Или я должна написать записку и сразу ее отнести. Или вообще, как это вообще все происходит. Мы, как бы, в школе с таким пока не сталкивались. И вот решили со Стасом, что нам это нужно обязательно узнать. Потому что в садике это было как? Ты позвонил, сказал воспитателю, что, как бы, ребенок заболел, да, и мы сегодня не придем. Ну и все. Потом можешь хоть неделю, хоть две болеть. Вообще у нас никаких претензий по этому поводу не было. Мы не должны были ничего не объяснять, ничего. Просто позвонил, сказал. А вот в школе, я же думаю, это совсем все по-другому. Где-то я слышала, что, мол, два дня ты можешь по бумажке, а уже если три и больше, то тогда надо от врача справку. Ну, хотелось бы знать наверняка. Отъездила я свое вождение. Несмотря на то, что я сегодня такая больнючая, я отъездила шикарно. Да, меня и мастер похвалил, и я себя похвалила. Молодец, молодец. Ну, не без того, чтобы там не затупила. Один раз на перекрестке заглохла. Вот, и еще забыла два раза шульдаблик сделать. Да, ну, короче, это посмотреть через плечо. Ну, мастер сказал, что молодец, сегодня гораздо лучше. Я тут Кириллу говорила, угрожала, говорю, я не буду тебе помогать с домашним заданием. Ну, блин, они такие интересные, что я сижу и сама с ним делаю ее. Вот ему надо было найти, все обвести, все слова, там, где есть слова. Затем надо из журнала вырезать буковки, какие он хочет слова составить, да, и приклеить. Вот мы сделали Кирилл и нашли Шуле. Вот, будет он клеить. А там он допишет, да, что он ист инди Шуле. А здесь нарисует домик и что он там. А я там захожу в домик с рюкзаком. Да, будет заходить в домик с рюкзаком. Ну-ну, давай, продолжай. Пришла и забыла, короче, показать вам штаны. И вообще, что я купила в Праймаке или в Примарке. Как правильно говорить, не знаю. Так, значит, футболки по этой, по распродаже уже в стирке, поэтому когда-нибудь покажу потом. Купила, значит, такие вот длинные себе джинсы, то есть они с высокой посадки. Я давно хотела такие джинсы себе с высокой посадки. Почему я не смотрела их в этом магазине раньше, не знаю. 38 размер, вот длина 32, стоят они 11 евро. Дальше. Вот такие леггинсы. Я взяла М-ку. Вообще, как бы, мне нужно на размер меньше. Но из-за того, что они утепленные, я планирую их носить зимой, а я знатная мерзлячка, то я их буду носить на колготы. И на колготы они будут как раз норм. И тут же, так, а, сейчас скажу, 6 евро вот они стоят. И такие же М-ку взяла я. Просто спортивные штаны. Они тоже утепленные. Я же говорю, что я знатная мерзлячка. Вот. И тоже М-ка. Тоже они мне немножко великоваты, но на колготы они будут в самый раз. Купила вот такой набор. Здесь три пары 80 Ден колготки. Тоже мне. Вот. И взяла вот такие наборы. Значит, здесь шпильки, невидимки, резиночки мелкие. И вот такая штука, чтобы дульку сзади делать. Вот так вот я сегодня скупилась. А, ну, видите, да? Резинки полтора, полтора. Это тоже полтора. И это за евро. Вот такие у меня покупки получились. Так, ну, вы понимаете, да, что у нас школа началась, поэтому будет все полно школьным событиям. Вот нам дали список. Мы должны записаться на какую-нибудь... Как это называется правильно? В общем, в какую-то группу. Вот здесь можно... Ну, выбор не особо богат для первоклассик. Можно мастерить. Можно играть в игры. Ну, то есть настольные игры, да? Старые, новые, там как бы разные. Вот. Можно ходить в хор. Далее это моделирование. Ну, модели собирать. И фельдсен это из фетра мастерить. Ну, вот по ценам, значит, мы выбрали... Нам подходит, как бы, и выбрали мы вот это вот... Делать подделки всякие разные, там, из бумаги, из дерева. Так сложно переводить на лето. В общем, из всяких разных материалов это будет стоить 10 евро за полугода. Дальше хор стоит, допустим, 6,5 евро в месяц. Что еще тут есть? Вот шпиле бесплатно. Ну, это вместе с их учительницей. Моделирование, значит, 20 евро стоит. И вот это вот из фетра делать, но она набирает только тех, которые не ходят в ОГС сейчас. То стоит это 50 евро за материалы. И будут они там заниматься. Вот с 4 до 4,45. Но нам это не подходит, мы ходим в ОГС. Ну, вот так вот получается. Мы выбрали, естественно, будем что-то мастерить. ОИ, 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 ОИ.